Приветища, это Роуд 96 и мы продолжаем наши удивительные, сложные и довольно приятные местами, да и вообще красочные приключения автостопперам. Итак, мы встретили Джона. Прошлая серия, кстати, была просто от АС, там нас полицаи повязали, конкретно нам досталось. Чёртова легавая. Джон, короче, выяснил, что медведица это легавая. Везёт медведю, как утопленнику. Эй, медведь, всё в порядке? Медведица! Помощь не нужна? Эй, ты не моя медведица, а сегодняшний зелёный подросток. Что, что? Блин, стой, не мельтеши, я не могу прочитать. Чё написано? Что с вами случилось? Что за медведица? Сами шутим, сами смеёмся? Что с вами случилось? Рассказывай, хотя мы и так знаем, давай пошутим. Сами шутим, сами смеёмся. У меня было свидание с медведицей, а она из полиции оказалась. И не пришёл, я налажал, а потом так напился. Ну и что, что она из полиции? Я плохой парень, волчонок. Перед тобой самый разыскиваемый преступник Петри. Чёрт! Даже медведю эту скалу не сдвинут. О, погоди! Нет! Невозможно! А чё у тебя голова такая квадратная? Плоская. Давай сюда! Куда? Ты меня подсадишь, что ли? Подожди, можно я тут оббегусь? Сейчас посмотрю всё в округе, может тут... Вот что это такое? Орежечки вот какие-то... А, это бутылочка. Может тут чё-то валяется? Какие-нибудь деньги или ещё что-нибудь? Тут кто-то из спутников останавливался. Потому что, когда я первый эпизод проходил, мне говорили, что в горе там где-то можно было поспать и покушать. Ну, насчёт покушать не знаю, а вот поспать точно можно было. Я сам видел, там были картоночки. Я упустил этот момент. Может, где и тут что-то есть интересное? Вот, например, обходной путь какой-то. Ага! Ого! Что это такое? Подожди. Разрушить пирамиду из камней. Ой! Зря я это сделал. Здесь можно было переночевать. В принципе, силы пополнить. Но, видишь, карма, она такая. Я сломал маленькую башенку, и большая башенка обрушилась на мой привал. Да. Ну что ж. Карма меня наказала. Мы это поняли. Бежим обратно к нашему Джону. Напоминаю, что это дальнобойщик, который нас подвозил в первом эпизоде. Мы выяснили, что он хотел пойти на свиданку с медведицей. И, как оказалось, медведица это полицейская, которую также мы встретили в первом эпизоде. Итак, подсадить ты меня хотел? Ну давай. Я взбираюсь на скалу. А тебя-то я поднять не смогу. Сто процентов. Ты ж тяжелый. О! Сам перебрался. Эй! Видишь эти камни впереди? Похоже на штрек, а? Что такое штрек? Чёртова гора обвалилась и похоронила мою Конни. А кто такой Конни? Стоп, а Конни это кто? Конни была любовью всей вашей жизни. Первой любовью. Но я не хочу об этом говорить. Хочу гоняться. Ну жить! Гонка до вершины холма. Я быстрее ветра! Бля-бля-бля. Всё, бежим. Блин, мои колени. Они сейчас рассыпятся. Пизляк, песок сцепится. Тебе меня не догнать. Да ладно, я тебя догоню. Смотри, я быстро бегу. Как тебя шмантыляет-то? Я быстрее ветра, лёгок и стремительный. Да, меня несут ветер, как пёрышко. Только не бздни, мужичок. Мои колени, больно-то как? О, тут небольшой домик на колёсах. А я первый, а я первый. Не догонишь, старичок. Старичок, это мне? А, ты выиграл. Но только потому, что я слегка не в форме. Хе-хе-хе. О, мячик прикольно. Испортить, давай испортим. Вот так вот. А, блин, зачем я испортил-то этот плакат? Я же за неё голосовал. А, я хочу на гачкуке. А чё в тачке есть? Можно же сюда залезть? Нагнуться как-то? Не, нельзя. Ты тут... О, консервы. Динозаврик. Таких динозавриков я уже видел. Фоточки там какие-то. Так, так, так. Что мы тут имеем? Подожди. Надо тут хорошенечко осмотреться. Может, ещё что-то тут найдём. И я карму себе изрядно подпорчу. Ещё разок. Нет, туда нельзя. Там невидимая стенка. Ладно, давай здесь всё осмотрим. Консервы какие-то. Плакат можно сделать какой-то дорожный. Всё, невидимая стенка. Понятно. Продолжаем диалог. Да у вас... Отрицалово. Ну, немного. А что он там нам говорил? Типа то, что он не в форме. А, да точно. Да у вас отрицалово. Футбольный мяч. О-о-о. Вот теперь ты в опасной зоне, чувачок. Точнее, чувиха. Мы же за девочку играем. И чё? Сыграть футбик? Да легко. Ладно, мелочь. Хоть опять попыток. Давай, пробей меня. В школе меня звали стеной. Это так. Для сведения. Да вообще, без бэ. Ага, вправо, влево. Так, в какую сторону будем пить? Куда его косит больше? Смотри, его на левую сторону косит. Давай тогда вправо ударим. Сейчас. И... Вправо. Разбег. Пинок. Не думаю, что ты потянул олимпиаду. Хорошо. Осталось 4 попытки. Так, первый мяч я промахнулся. Давай ещё раз вправо. Вот так вот. Слегонца. Опа-на. Гол. Повезло. Мяч прошёл там, где у меня раньше были пальцы. 3 попытки. Давай влево. Вот так вот. Ай, сильно, наверное, замахнулся. Ну, всё равно гол. Ха. У меня в глазах двоилось. Ловил не тот мяч. Да ладно, не отмазывайся, Джон. Осталось только 2 попытки. Постарайся уж, давай. Ну, хорошо. Куда пнём? В этот раз давай ещё левее, только послабже. Может поймать, кстати. Да! Какой счёт? Вот что. Засчитываем 2 гола, ага. То есть, если я сейчас попаду, то мне 2 засчитают. Вообще-то, это был мой третий гол. Вы пьяные. Но считать-то не разучились. Это точно. Злобненько, но забавно. Ну чё, влево снова или вправо? Он, наверное, думает, что я вправо, а я влево пнул. Добивающий, влево. Об машину давай. Хоп. Отбил он, отбил, прикинь. Но 3 из 2. О, да, стена! Мы что-то видел, какие каменные. Неплохой счёт. Как правило, стена играет лучше на отрезвую голову. Так что учти. Окей. Я учту. Ну и выдох всё же я, а? Фух. Ну же, сядем тут, иди сюда. Чё, всё, он протрезвел, мальца. О, красивый вид. Медитируем. Чё ты тут своим опохмелом разванялся? Фу-фу-фу. Тут свежий воздух, а тут ты. Бородатый ванючек. Под открытым небом ночевать безопасно. Как сберегать силы в дороге? Во, вот это нужно узнать. А почему ты спрашиваешь? Хочу помочь другим подросткам перейти границу. О, просто так, интересно. Чтобы убраться из этой помойки. Слушай, ну поскольку он помогает преступникам, он не считает этот город помойкой, я думаю. Так что... Хочу помочь другим подросткам перейти границу. Давай, наверное, так вот сделаем. Ясно, ясно. Значит, мы похожи. Ну, тебе надо поесть, попить и поспать. Приключения ещё не повод забывать о настоящем. Сечёшь? Ну, как? Лучше стало, Джон, тебе после твоей пьянки. Вы выглядите более трезвым. Ты про меня много узнал. Иногда, если напьюсь, я становлюсь стеной. Извини, если что. Тебе пришлось это увидеть. Ладно, мне уже лучше. Просто вся эта история с медведицей всколыхнула прошлое. Кони. И так далее. Если хотите поговорить, я здесь. Можно узнать, кто такая Кони? Рад, что вам лучше. Но мне пора. Давай поговорим. Кони была любовью всей моей жизни. Но она погибла 10 лет назад. Преобвались. Да, много тогда бал забрал жизнь. Она была моим миром. Ты б её видел. А фото есть? Десятки. Мистер Гризли. Вон там. То есть вот это мистер Гризли? Подожди. Или тут ещё что-то где? Есть какие-то забегаловки? Я вроде ничего не вижу. Наверное, вот это мистер Гризли, а там нефтяные вышки. Больше я тут ничего не вижу. Степи, степи. Какая она была, рассказывай. Ну, молодая. И увлечённая. Как и я. Мы были вместе. В бригаде. И красивая. Такая красивая. Я её никогда не забуду. Мне очень жаль, что она не с нами. Похоже, что медведица тоже особенная для вас. Так и есть. Этот голос. Ух. И она сильная. Сильнее, чем я. Был и буду. Но ещё и добрая и весёлая. Вы как будто созданы друг для друга. Напомните, почему вы не можете быть вместе. И я... Мне, пожалуй, следует двигаться дальше. Вы как будто созданы для друг друга. Может и так. Но вот в чём соль. Она при погонах. А у меня с законом нелады. Чтобы всё получилось, многое надо сменить. Мне придётся сдаться властям. Я в розыске. Или ей придётся перейти на сторону революции. Как знать, жизнь – занятная штука. Это точно, Мелочь. Это точно. Можно спросить? Валяй. Вы любите медведиц? Да. Думаю, что да. Значит, вы просто обязаны попытаться. Хе-хей. Ты довольно мудрый для сопряка. Знаешь ли? Может тебе вести одну из этих радиопередач с советами по отношениям? Ну, в принципе, можно. Голос у меня и вправду очень приятный. Я подумываю о карьере в политике. Сначала надо школу закончить. Какая школа, если я бегу с этой страны? О политике. Нет, политику не хочу. Голос у меня и правда очень приятный. Звучит разумно. А теперь, если ты не против, я бы хотел посидеть тут и полюбоваться видами какое-то время один. Да не вопрос, конечно, я не против. Наслаждайтесь красиво. О-о-о, я спустился вниз. Итак, я могу здесь побродить. Еще чуть-чуть. А вон там что? Что вот это, это пень? Наверное. Можно соскользнуть? Нет, нельзя. Невидимая стенка. Блин, конечно... Ты там береги себя. А встретишь любовь? Хватай и держи. Кусьек? Спасибо, Джон. В смысле, стена. Жалко, конечно, что мир не открытый. Вот здесь вот что? Ну тут точно не пройти. Ладно. Пойдем, значит, что? Автостопить, поймать автобус или идти на своих двух? Вот сюда еще можно забежать, смотри. По-любому. Стопудово. Мне бы поспать. По-любому, тут есть еще где-нибудь картонки. Или поесть. Ну, тухлую еду. Ох ты, нифига себе. Типа не входить. Там бочки есть и что-то еще. О! Посмотреть. Давай бросим кубик. Нифига себе, мне фартануло! Как он вовремя скатился-то? Сколько лет вон там стоял, этот камень наверху, и вот в нужный момент скатился. Что у нас тут есть? Туалетная бумага. Ну, я думаю, у меня с этим проблем нету. Дресня не напала. Генератор. Наверное, это убежище медведя. Что это такое? Кассета. Найден коллекционный предмет. The Brothers. Ясно. Здесь у нас что? Сесть испорченную еду? Нет, спасибо, не хочу. Играть в кассету. Пантики всякие. Пастер прикольный. Давай почитаем, что тут написано. 8 августа 1991 года. Указ о прекращении раскопок. В соответствии с последними распоряжениями, шахта будет закрыта до получения дальнейших указаний. Угу. В принципе, все. Но непонятно, почему шахта закрыта. Ну, ладно. Я думаю, что это не очень сюжетная история. Это просто так. Побочный сюжет. Пойдем посмотрим, что мы здесь имеем. Поспать хотелось бы. Поесть бы тоже не помешало. Голодный соплячок. Медведь, конечно, точнее. Ну да, его же медведь еще называют. Джон. По имени, если говорить. Мог бы меня и покормить. У него там консервы были. Сколько у меня? 59 долларов. Мы их не тратим. Мы экономим. О! Да ладно! Святые небеса. Точнее, голубые небеса. Белые облака. Спасибо вам за это подношение. Это просто прекрасно. Здесь можно немножечко поспать. Отдохнуть. Поедем, соответственно, мы ночью. Ну, думаю, не страшно. Есть вероятность встретить бандюганов на мотоцикле. Ну, с ними весело. Это два Биба и Боба. Тормознутых чувачка. Июнь, 23 число 96-го года. Ну, слушай, неплохо. Мы одно очко энергии пополнили. И это очень хорошо. Давай, вставай. Пора встряхнуть своими молодыми телесами. Итак, вон там что-то еще есть. То ли домик, то ли что. Можно в этом каньоне еще побродить? Если это можно каньоном назвать. Хотя можно, в принципе. Кругом одни горы, смотри. Камни, скалы. Музыка прекрасная. Наслаждаемся природой. А где я видел дом? Вон там, по-моему, да? Вон там вот что-то было. А, это понятно. Рекламный щит. Угу. Ну что, автостоп, автобус или пешочком? Слушай, давай пешочком. Я никогда пешочком не гулял. Поэтому пробежимся немножечко. Так. Выйти и пройти вдоль дороги. Опасно, конечно. Ну ладно. Сколько километров я пройду пешком? 496 километров до границы. По-моему, я прошел 50 километров. Может чуть больше, может чуть меньше. И куда я дошел? Так. Оуу, сил у меня вообще больше нет. 24 июня, 96 год. Я теряю сознание. Нет, только не это. О-о-оу. О-о-оу. Это плохо. Я не дошел до границы? Что тут у нас? Это ж полицейский. Блин, мент. Похоже на одну из этих морт. С объявлений. О розыске. Тащи внутрь. Это медведица, по-моему, была. Ее голос. Я узнал. Вас арестовали. Никто не обещал, что добраться до границы будет легко. Не говоря уже о том, чтобы ее перейти. Но на каждое завершающее путешествие приходится несколько начинающихся. Твою ж налево. 59 баксов в кармане. Меня поймали. Ну. То есть нельзя делать так, чтобы у тебя кончалась энергия. Понятно. Если я иду пешком, я слишком трачу много энергии. Лучше бы я поехал на автобусе. Блин, заплатил бы эти деньги. Или поймал попутку. Эх. Ну что могу сказать. Нас арестовали. Эпизод второй у нас закончился вот так. Вот немножечко. Ну, не весело. Хотя и первый эпизод тоже не весело закончился. Но, тем не менее, у нас еще впереди третий эпизод. Давай посмотрим, что нам там расскажут. С вами Сони Санчес. Добро пожаловать на нашу шоу Сони. Новая аркада «Злые танки» покорила нацию. Ее создатель неизвестен. А мы-то знаем, кто это. Как и игрок, использующий инициалы ВДО, рекордсмен по очкам. А теперь взглянем на результаты последних опросов избирателей. Блин, терак все равно наверху. Похоже, терак по-прежнему фаворит. Какое облегчение. Как вам известно, шоу Сони очень озабочено ситуацией с молодежью, которая продолжает пропадать. Взглянем на сегодняшний выпуск. Подростков в розыске. Ну что ж. И помните, если вы что-то знаете, пожалуйста, звоните на горячую линию Сони 55555. Итак, 13 дней в розыске, 14 дней, 5 дней в розыске. Возраст 14, 18, 17. Ну понятно, если ты мелкаш, то у тебя энергии мало. И опыта тоже. Можно взять подростку, у которого 1 бакс. Или девчонку, у которой 0 баксов. Давай посмотрим по километражу. Смотри, вот у парня 2000 километров до границы. Так что можно, в принципе, за него поиграть. Давай его выберем. Все, погнали. 2040 километров до границы. Начинается третий эпизод. Но мы его продолжим в следующий раз уже. А сейчас посмотрим начало. Я иду пешком. Июнь, 25 число 1996 года. И мы остановились возле какого-то отеля. Ну что ж. Третий эпизод у нас начался. В принципе, я думаю, что можно немного поиграть. А то серия слишком коротенькая получится. Давай тут побродим. Посмотрим, что да как. А-а-а. Понятно, что это за тачки гоняет. Это тачки с громкоговорителем, который призывает голосовать за Дирака. Опа-на. Это же тачка Сони. The Sony Show. Точно. Можно. Я не знаю. Хотя она мне подарила талисман на удачу. Это помогает мне в игре. Я хотел колеса прокнуть, но не буду это делать. Все-таки она нам помогла. У нас 1 доллар. Поискать деньги. Провал. Есть еда испорченная, но нет. Спасибо. В принципе, энергии у нас достаточно. И 2 дополнительных секции еще есть. 2 дополнительных секции. Ага. О, слава богу. Ты тут, детка. Успокойтесь. Говорите помедленнее. Что случилось? Видел же тот великолепный лимузин? Сонина тачка. И что? Отнеси ей этот шампанское, окей? Взамен получишь и номер, и скидку. А, ты боишься ее? А почему я? Я бы сама отнесла. Но это по-простецки. А горничных я на прошлой неделе рассчитала. Они засранки ненадлежащим образом обращались с едой. Ладно уж, сделаю, что бы нет. Конечно, сделаешь. Теперь бутылку в руки и вперед. Соня не любит ждать. Давай, гони. Хорошо. Сейчас, подожди. Я тут еще посмотрю. Может, где-то денежки взять, использовать, позвонить домой. О, могу позвонить домой. Я сбежала с дома. Ну, давай родители предупредим. Позвонить домой. Все равно один доллар ни туда, ни сюда. Кто-нибудь трубку возьмет? Алло. Это я. Ты где? Ты близко? Не особо. Ясно. А, я подруге позвонил? Приятно тебя услышать. Вот что. Думаю, нам надо поговорить. Я все думаю. Может, нам лучше... Бросаешь меня? А что, по-твоему, должно было случиться? Я за тобой переползу границу, чтобы быть нам вместе навеки? Короче, сбросить вызов слишком сопливо. Слишком сопливо. Не хочу даже читать это и слушать этот рассказ. Так. Могу прогулять. О, лифт есть. Ладно, все, берем шампанское. Карта работника отеля. Ну, хорошо. Лифт в конце коридора. Она в номере 307. Окей. Ой, можно и разбить, я так полагаю, да? Все трясется, капец как. Вызвать лифт. Ну что, сейчас мы снова встретим Соню. Выскажем ей пару ласковых. А что там было написано? Вандед. Опасно. 5G. Вышли. Третий этаж, пожалуйста. Да, 2500 долларов что-то там стоит. Адам, ты никому не известный неудачник. Идеально. Да, Соня. И не облажайся. Да, Соня. Это ее типа директор? Соня. Привет. А у нас здесь что-нибудь есть? Нет, ничего нету. Пожалуйста, ваша винишка. Господи боже, наконец-то поставь на столик и выметайся. Можно не выметаться? О, камеры даже здесь есть. А кого вы там высматриваете, интересно? Журнальчики всякие у тебя. Поставить шампанское на место. Погоди. Фоткать умеешь? Да что, началось опять что ли? Нет. Я тогда репортером работал. Ну, в смысле, когда за другого человека играл. А сейчас ты хочешь, чтобы я фоткал? Ну да, умею. Не то, что ты подумал, возвращенец. Держи камеру, я объясню. Шевели булками. А варианты у меня есть вообще какие-то? Нет. Пошевеливайся. А денег заплатишь мне за это дело? Я думаю, что нет. Ладно. Так это не фотоаппарат, это прям камера-камера. Использовать камеру. Что будем снимать? Хорошо. Вот в чем дело. Я отправила Адама своего водителя на встречу с двумя членами бригады на складе через дорогу. Пока он с ними толкует, сделаешь фото, ясно? Ну, хорошо. А, так это водитель был, а не директор. Окей. Вроде ничего сложного. Не облажайся, пончик. В смысле пончик? Я точно не ел сколько не знаю. Так, а где они должны быть-то? Эй, я тут внизу. Видите меня? Конечно, мы тебя видим. Заставили ребенка делать фото? Невероятно. Адам, скажи сыр. А если они начнут задавать вопросы? Держи хлеборецку на замке. Мы тебе скажем, что говорить в наушниках, окей? Теперь ждем. Если есть вопросы, детка, самое время их задать. Любые вопросы. Знаете что-нибудь про полицию на трассе 96? Совет какой на дорожку? Тирак их отправляет ловить подростков-беглицов? Флорес бы иначе распорядилась полицией. Ему их не остановить, время меняется. Они все равно будут прорываться, смотри. В смысле смотри. Ну давай вот, наверное, вот это вот нажмем. Может быть. Позже. Мы определенное время прождаем. Уже ночь? Можно мне пописать, Саня? Приспичила. Сатый раз. Нет. О, чуваки идут. Но это не тот чувак. Они тут. Хорошо. Я пошел. Надеюсь, что тебя не пристрелят, чувак. Привет, парни. Привет, парни. Господи, пажи. Вечер. Телноус. Что это за слово такое? Я его даже неправильно прочитал, по-моему. Ого, клевое имя. Как скажешь. Хватай, лапуля, хватай. Поговорим внутри. Надеюсь, дело стоящее, Телониус. А, это имя его такое, Телониус. Как удалось выманить их навстречу? На приманку, конечно. У Телониуса, предположительно, есть важные сведения. Адам, мы тебя не видим. Заставь их сдвинуться. Ребят, может, в другое место пойдем? Как-то тут не пофэншую, да? Странный ты тип. Не нравится мне это. Успокойтесь, нам нужно знать. Что-то я пока фоткал, пропустил фразу. С помощью этого паренька, Алекса, может, зачистим гада. Ну, Телониус, что можешь нам сказать про Терака? Ладно, персик. Давай в темпе. Этому тупарю нужна помощь. Ага, наш выход. Строит новый насос. Вы точно из бригады? И давай просто сфоткаем. Вот так. А теперь строит новый насос. А, это мы, короче, подсказываем в наушник, что говорить. Новый насос строит. Терак, эммм, будет на открытии. Ага. И дюжина спецагентов вокруг него тоже. Это ведь не всё, что ты хотела сказать. Попрощаться, попросить ещё денег. Хотите больше сведений? Придётся заплатить. Оу-оу-оу-оу, сохраняем спокойствие, ребята. Ситуация становится опасной. Они угрожают Адаму пистолетом. Адам стойкий. Разберётся. Он знает кунг-фу? Никуда ты не пойдёшь. Тема, обыщи его. Блин, это плохо. У него наушник. Пора валить. Нет. Идём на крышу. Пора поговорить серьёз. Чё-то начинается конкретное. Что нам делать, Соня? Заткнись, детка. Продолжай фоткать. Ну, она, как всегда, в своём духе. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Кто там подслушивает? Надеюсь, твой дружок летать умеет. Отпустите, пожалуйста, его. Отпустите его, а не то. Блин, ладно. Даже не знаю, что сказать. Время нету думать. Отпустите его, а не то. Ладно, пожалуйста, отпустите. Идиот. Вон там, Эр. В окне. Мы тебя видим, парень. У него камера. Я сочетаю от пяти до нуля. Если как дойду до нуля, камера будет не у меня. Телениус полетит. Ясно? Даже не думай. Давай, Тим, камеру, детка. Это мой репортаж. Ты готова пожертвовать жизнью? Или оставить камеру? Спасти Адама, блин. Нет. Отличный выбор. Хватай камеру, Тим. Пора выбираться. Что ты натворил? Я не дам человеку умереть из-за какой-то камеры. Он бы предпочел, чтобы ты не отдавал камеру. О чем речь вообще? А я еще подумала сделать тебя младшим продюсером. Ой, да хорош причесывать. О, привет, Адам. Доволен с собой, да? Запорол мне репортаж. Простите, Соня. Катя, сядь сюда, детка. Пока я ментам не стукануло, что у меня тут в разыскиваемом и в номере. Вот коза, а? Второй раз меня уже кидает, только в первый раз она мне хоть какую-то медальку дала. Бесячая. Что в прошлый раз мне не понравилось, что в этот раз. Ну, блин, а что если бы я... Не знаю. Не люблю играть с жизнями других. Вызвать лифт. О, погоди, послушать. Кто-то все лепит и лепит плакат из Флорес. Ее сторонники. Их немного, но они упертые. Угу. А здесь можно что-то послушать? Не. Все, бежим в лифт и едем отсюда. Фух. Что-то я немножко понервничал. Посмотреть постер. Звоните 96112, если что-то знаете о радиопередатчиках. Бригады. Чего? Что она сказала? Че я так долго? Ой, потерял счет времени, извините. Неважно. Вот тебе за помощь. Деньги, 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 деньги. О, спасил 15 долларов. Круто. Хоть что-то. Надеюсь, в следующем выпуске она упомянет голубые воды. Обожаю Соню. А это что у тебя такое? А, ключи от номера, чтобы поспать. Ну, у меня, в принципе, достаточно энергии, поэтому... Могу вызвать такси. Можно поболтать с ней. Как насчет стопроцентной скидки? Ладно. Наверное. Кстати, да, ты же мне обещала. Есть совет автостопщику? Лично я против, чтобы подростки бродяжнили. Ну вот, почему вы не можете просто сидеть дома и помогать своим родителям, а? Эгоисты. Ясно. Ты же мне дала номер? Отпереть не могу. Блин, видимо, я мог этот номер отпереть, когда у меня была карточка. А сейчас я карточку сдал. И она мне скидку дала. Я могу взять... Вот, спать. Интересно, у меня две дополнительных ячейки энергии восполнятся или нет? Сейчас узнаем. О, нет, не заполнились. Понятно. Видимо, надо что-то поесть. Значит, таксон... Можно пройтись пешочком. А, есть тачка. Серьезно? Я могу сесть в тачку? Открыть. Но у меня нет ключа. Значит, ключ я могу взять, наверное, у нее. Пойдем-ка еще пошаримся. Дама-мадама. Блин, ну да. Наверное, ключ где-то здесь лежит. Эх, надо было туда зайти. Так, использовать, позвонить домой, вызвать такси. Ладно, пожалуй, я автостопом. Это самое лучшее. Можно пешочком прогуляться. Ну, сил полно. Хотя не будем их тратить. Давай автостоп. 2040 километров до границы. И кто же нас подвез, интересно. Мы едем совершенно с другой части страны. И это очень хорошо. Да ладно! Мой любимый персонаж этой игры. Маничелло, который, ну, прям вообще огонь, конечно. Таксист еще этот. Читать можно что-то, да? Динозавров любите? Можно как-то перевернуть? Ага, динозавры. А у него все тут про динозавров. Потому что у него дачка любила играть в динозавров. Прежде чем мы далеко уедем, думаю, тебе стоит узнать, что у меня проблемы с управлением гневом. Теперь знаешь. Итак, куда нас отвезет счастливое такси? Сейчас я тачку осмотрю. Что там? Взять монетку. Ух ты, спасибо. Три доллара подобрал. Просто на север. Пока точно не знаю. Границы? Нет! Мне не по пути. Высажу тебя перед поворотом. Ну хорошо, я согласен. Можешь заплатить поменьше. Будет время поспать, значит. Мне жаль, но не сегодня. Вот ты где. 12 долларов ему дать. А альтернативный способ оплаты? Мы продаем лотерейные билетики. Испытываешь удачу? Возьму один давай. Удачи. Ага. Заскрести. Ну давай. Стираком не проиграешь. Чем больше голов, тем больше денег. Отличный лозунг. Давай стирать еще. Черт. Ты победил? Да ладно. Плюс один доллар. Классно. Я так понимаю, за проезд платить ты не хочешь. Мне жаль, но не сегодня. Блин. Ладно. Я просто боюсь, что он психанет и... Давай денег ему дадим. Большое спасибо. Устраивайся поудобнее. Приготовься. Наслаждаться поездкой. Ого. Крутая штука. Че это такое? Посмотрим. Кто мне пишет? Шоу Сони. Откуда у них мой номер? Долбаные шоунисты. Все нормально? Вы себя хорошо чувствуете? Минутку. Закрыл такой. Черт. Фуфло кусок. Сын собачий. Мне немного лучше. Спрашивай, если хочешь. Я много всякого знаю. Ммм, ладно. Много подростков к границе отвезли? Видимо, это нет. Я видел, как ты на мои журналы смотришь. Точно. Кинозавров любишь? Если нет, я не разозлюсь. Давай скажем, что да. Мы же знаем, что у него дочку любила. Хорошо. Кстати, о динозаврах. Видел это новое кино? Пар гигантского периода. Не уверен. А если нет? А если нет? Да, ничего. Я не расстроюсь. Нет, не видел. Что? Блин. Шучу. Ох, хорошая шутка. Эй. Эй. Да? Наклонись вперед. Хочу тебе кое-что показать. Не наклоняться вперед, наклониться вперед. Это портативный видеоплеер. Теперь могу смотреть кассеты, когда хочу. Когда ПГП выйдет на кассетах, буду пересматривать каждый день. ПГП это парк гигантских... Гигантского периода, или как он там его назвал. Отличный плеер. Моей дочери парк гигантского периода так бы понравился. Вы? Почему бы? Ее уже нет. А, ну мы знаем. Мои соболезнования. Ну, иногда случается плохое. Но я это исправлю. Я надеюсь, у вас получится. А пока не буду думать о том ужасном. Что с ней случилось? Не то, очень разозлюсь. Теперь тебе стоит вздремнуть. Ты подросток. Мозг еще растет. У меня почти 18. Ну, спасибо за заботу. Что? Вздремнуть? У меня, в принципе, сил-то полно. Блин, когда вот не нужно, мне отдых предлагают. Ладно, давай поспим. Мы едем, едем, едем в далекие края. Опачки, кажется, мы сломались. Что произошло? Буквально на пару минут глаза закрыл. Почему мы остановились? На что-то наехали? Проблемы с двигателем. Частенько бывает. Можно как-то выйти? Наклониться вперед. Может, денечки у него обратно заберем, а? О, блин, как он там тубанул, что что-то вывалилось тут у него. Посмотреть на видеокассеты. Что это такое? Фильм о мести и ананасах. Ага, понятно. Посмотреть на видеокассеты. Еще у Джорода в такси спрятана кассета. Посмотреть. Лола 1. А, не включать никакие записи. Давай про Лолу посмотрим. Надеюсь, он не сильно разозлится. Ни фига себе. Ни фига себе. Извини. Блин. Да ничего, бывает. Я слышал какой-то шум чуть раньше. Как будто крики. Что это было? О-о-о. Может, двигатель? Тебе все кажется. Блин. Смотри, холодная ярость Джорода. М-м-м. Может, двигатель? А ты не врешь? Плеер теплый. Ты посмотрел одну из моих кассет. Да, мне жаль. Я ничего не видел. Вообще-то нет. Да, давай не будем врать. Все-таки он псих. Которую с кассет? Одна из них очень личная. Ананасы-убийцы. Я не знаю, правда. Ту, которая Лола. Нет! Это просто видеозапись. Блин. Давай так скажем. Говорил же, не хочу об этом думать. Они. Это они с ней сделали. Я не понимаю. Успокойтесь, пожалуйста. Мне жаль. А дальше тебе не понравится. Ой-ой-ой. Че он сделал? Да ну нафиг! Да, в процессе можно погибнуть. Но взамен каждого упавшего встанет новый. Секрет в том, чтобы не останавливаться. Капец, удачный у меня сегодня денек, а? Меня таксист пристрелил. Я не думал, что он настолько псих. Офигеть. Ну, что могу сказать. Четвертый эпизод? Блин. А нам нужно добраться до 9 сентября 96-го года. А сейчас всего лишь 1 июня. Да, до дня выбора мне придется изрядно попотеть. Не сдохнуть, не окочуриться от холода или от истощения своих сил, чтобы меня не усадили в тюрьму или не вернули родителям. Ааа. Это очень прикольно. Мне прям зашло сегодняшнее приключение. Если тебе тоже, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал. А на сегодня это все. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok